Ассаляму алейкум, рахматуллах и ва баракату. В этом видео, иншаллах, вы узнаете много чего об алиф, которое встречается в Куране. На днях ко мне пришло такое письмо, где, обращаясь ко мне, сестра спросила, можно ли писать алиф с огласовкой. Она переживает, так как ей кто-то сказал, что с огласовкой алиф не бывает, это безграмотно. И вообще, выкиньте такую книгу, если вы видите. Узнаем, насколько это так, иншаллах, в этом видео. И не только об этом. У сестры страх выучить неправильно. Итак, посмотрим, какие же варианты бывают алиф в Куране. Алиф бывает примерно с такими вариантами в Куране. Вы можете встретить и не только то, что поместилось на данном слайде. Значит, алиф у нас как наклонная линия в основе, мы знаем. И приходит она сама по себе вообще без каких-то знаков или может сопровождаться другими дополнительными знаками. Итак, если у нас приходит алиф с без знаков или так называемый суккун ария или с таким овальным суккуном, немножко продолговатым кверху, это означает, что в основе это алиф маддия или долгий алиф. У них есть разные варианты или разные правила. Если у нас простая алиф без каких-то знаков, мы ее читаем. В принципе, в основе всегда, если только там правила не подразумевают другого. И если у нас такой овальный суккун над алиф подразумевается, что эту алиф мы тянем только в случае остановки. То есть такие вот варианты у нас встречаются. Также у нас бывает алиф с таким кругленьким суккуном. Или это суккун мустадир, круглый суккун, который дает нам понять, что эту букву в данном случае алиф, так как сегодня мы только про нее говорим, мы не читаем вообще ни в каком положении. Да, если овальный суккун, мы говорили, он читается при остановке, вернее, не суккун, а этот алиф, то в слитном чтении он как бы является знаком, что здесь мы алиф не читаем, только при остановке. При этом суккун круглый говорит о том, что мы вообще эту букву игнорируем в прочтении, но на письме она есть. И есть она в виде алифа. Дополнительные знаки нам как бы помогают определиться, что же нам делать с этой конкретной алиф, как мы ее читаем. То есть, как я вам сказала, у нас из примеров, которые я вам уже озвучила, только вот эти два алиф так или иначе могут читаться. Алиф суккуном круглым вообще не читается. Но этот суккун круглый, он бывает не только над алиф, но тем не менее, опять же, говорю, мы сегодня говорим о ни. Посмотрим несколько примеров в мус-хафе. Да, например, у нас есть слово ана, которое при остановке мы будем читать алиф в конце. Да, уэля ана. Если мы остановились, хотя это не место остановки, но тем не менее. Если мы читаем, как бы продолжаем чтение, то мы эту алиф не читаем. Мы читаем только фатху, которая перед ней. Уэля ана абид. Да, то есть у нас в этом случае мы не тянем. Ну и так далее. В следующем аяте мы видим подчеркнутый у вас, во втором, да, подчеркнутый уже алиф с круглым суккуном, да, и мы здесь не читаем. Например, первое мы читаем, первое слово аману, мы не читаем как-то нуа или еще как-то, то есть мы игнорируем эту букву. Далее, уа амилю тоже мы ее не читаем. Или, например, уэте вэ сау тоже мы не читаем, и там еще раз такое же слово. Еще обратите внимание, что в первом аяте у вас есть второе подчеркнутое слово, там алиф вообще без знаков, да, это говорит о том, что мы ее тянем в два счета. Не перетягиваем, не сокращаем, а читаем как обычную долгую букву в арабском языке. В третьем примере у вас есть пример, просто дополнительное, в принципе, мы говорим про алиф, но чтобы вы увидели, что этот суккун мустадир, да, он бывает не только у алиф, он бывает еще и у других букв. Итак, мы уже познакомились с вами, с такими тремя вариациями алиф. Дальше возьмем еще одну алиф с волнистой линией или мадда. Такая линия сверху иногда мы видим. Это говорит о том, что в этом случае при продолжении мы, ну или даже если не при продолжении, смотря где она находится, мы читаем по правилам, да, если мы читаем его более чем вот обычная алиф в два хараката, да, то есть мы читаем ее дольше, уже смотря какое правило там, это может быть, если в обычном чтении, например, четыре хараката, то есть две алиф, да, в два раза дольше. И опять же в этом примере мы видим то есть мы тянем ана, два хараката, при этом ля в два раза дольше. Здесь мы тоже видим долгий без чего алиф. Мы тянем его в два раза короче, чем вот с этой волнистой линией в данном случае. Итак, мы видим еще одна вариация алиф. И теперь перейдем, да, то есть мы видим здесь это, по сути, в названии вот это алиф с такой модей. Мы ее тянем как долгую, и мы называем ее алиф-модей. Или мы, если не имеем никакого суккуна сверху пусто, да, тоже мы ее называем алиф-модей. Но если у нас суккун овальный, как вот мы видим тут тоже в слове ана, то при остановке это тоже алиф-модей. Но если круглый суккун, это просто написание графическое, да, вот в таком суккуне это просто графическое написание алиф, но в произношении мы ее не тянем, ничего с ней не делаем, просто игнорируем. Итак, перейдем к следующему, к следующим примерам. Это алиф с разделительной хамзой. Также у нас бывает алиф, над ней хамза, буква, да, или под ней, допустим, в арабском языке может и так встречаться, и так. И эта хамза, как правило, приходит с огласовками, да, то есть она приходит там с фатхой, с ламмой, с касрой. Такие варианты бывают. Вообще хамза, хамза талката, да, она может приходить с любыми огласовками, в том числе и с суккуном. Как правило, в начале слова, и здесь у вас примеры подобраны именно так, приходит хамза талката, она приходит именно с фатхой. Хотя в Коране бывает немножко исключение из этого, например, на строчке, что вы не увидите в современном арабском языке, например. Итак, мы про алиф. Итак, у нас мы видим, если хамза приходит с фатхой, да, мы будем читать ее как а. То есть, по сути, это алиф символизирует, в грамматике мы, или просто в арабском языке, обычно говорят, что это подставка для хамзы, а алиф подставка для хамзы. И это как бы, по сути, вроде бы как и так, но здесь есть небольшой нюанс, и, иншаллах, вы узнаете до конца видео о нем. Далее мы видим алиф с хамзой сверху, и бамма, да, то есть это у, тоже хамза талката, которая написана сверху над алиф. Или снизу, например, с касрой это будет и. Мы видим примеры у-ля-ик, да, когда мы у вначале читаем, или ин-на, это мы читаем касруда с хамзой, получается и, или вначале, например, а-ха-да-гум, а-ха-да-гум. То есть у нас а вначале мы читаем с фатхой. Итак, мы видим такие вот примеры у нас с хамзой талката, которые приходят вначале и с хамзой на алиф. Также важно, что эта хамза по сути является хамзой. То есть вот это вот сочетание все вместе, мы не говорим, что это алиф. Мы видим, что графически действительно это алиф, но по факту мы ее рассматриваем в произношении как хамза. То есть мы здесь уже разделяем вот эти два понятия, графическое написание и произношение. Тоже у нас есть еще один вариант. Это алиф с соединительной хамзой. То есть в виде такой части от буквы сад. Ее называют хамзатульосль. То есть соединительная хамза. Это опять же не алифмадия. Мы выяснили, что алифмадия с какими бывают знаками. Это соединительная хамза. Она по сути, если она читается по правилам, а она не всегда читается, то она произносится, мы имеем в виду махра, чесифаты, как и обычная хамза. Ничем не отличается. При начинании она приходит только в начале слова. Иногда впереди этого же слова может прийти еще одна буква, и тогда она как бы блокирует ее произношение, потому что эта буква с ней соединяется, и вроде это начало уже встает не началом. То есть такую букву мы только читаем, если мы с нее начинаем. После пауз, например, или в начинании. Она может приходить там с кастрой, с даммой, с такими огласовками. С фатхай, да, тоже может приходить. Но с суккуном не приходит, потому что мы сказали, что это только в начале, а арабы не начинают с суккуна. У вас тоже видно подчеркнуты, да, варианты. То есть если мы начинаем, например, слово аннэс, тогда мы читаем ее, допустим, с фатхой. Если мы соединяем, да, инна ауляннас, то есть мы уже не говорим ауля аннэс. Все, фатха уже здесь не произносится. Вообще эта буква хамза уже не произносится. И мы видим, что в мусафе она, опять же, вот этот знак, так скажем, говорит о том, что это хамза, но хамза специфическая, не такая, как вот та хамза, которая читается всегда. Потому что хамза талката, которую мы говорили, если мы видим такой знак не только над алиф, и вообще и на строчке, на других буквах, например, на уау и на я, то мы читаем эту хамзу всегда. Она не исчезает. А хамза талуасаль, мы видим, у нее специфические правила, поэтому, как и с укуны, мы сказали, да, вот эти знаки, они отличаются для того, чтобы понять и разделить, да, какое же правило здесь, то есть различить. Но следует теперь вернуться к вопросу нашему, да, а бывает ли алиф с огласовками, то есть мы выяснили, что алиф с укуном приходит различным, да, когда она там графически вроде алиф, а приходит ли она с огласовками. Выяснили, что алиф, мэддия, долгая, она не приходит с огласовками, да, потому что она в основе с укуном, и в мусафах, как правило, мы видим там отсутствие какого-либо знака над ней, и это говорит о том, что мы ее читаем как долгий. Если у нас, например, волнистая, то мы там ее перетягиваем больше, чем надо, обычно в арабском языке, но по правилам, да, в Коране там соответствует такое прочтение. Если у нас кругленькие с укун маленькие, значит, это немая, мы ее вообще не читаем, и если там знак хамзи, хамзи тил-оса, лил-ката, мы ее как бы читаем. А приходит ли она с огласовкой? Ну, если мы посмотрим, например, на примере уже вот этого мусафа, который вам часть здесь представила, то вы обратите внимание, что уже здесь слово ал-каваиды, да, вот, оно приходит как вроде бы с какой-то огласовкой, то есть уже, да, она где-то там в середине, Но мы видим, что это вроде что-то похоже на фатху. То есть, как бы можно задуматься, что, а может и приходит. Если мы откроем, например, муссов вот такого формата, мы тоже увидим первое самое слово, да, у нас тоже алиф и стоит с фатхой. То есть, по сути, нету никакого знака гамзы, который мы привыкли до этого видеть. Да, ни гамза тальвос, ни гамза талката. Да, и здесь несколько примеров таких, да, вот даже в первом аяте мы видим асфатхой, потом опять асфатхой с такой точечкой сверху, которая, в принципе, так или иначе немного символизирует нам уже как будто гамза тальвос, но мы видим другой знак, да, то есть, как бы уже отличается от того, который я назвала ранее. Также, если проследить, можно увидеть несколько таких примеров. Да, далее мы посмотрим, например, в таком написании, и здесь вообще интересно, да, то есть, у нас идёт во второй строчке сураль фатиха, и что здесь мы видим? Аль-хамду, то есть, мы не видим ни гамза тальвос, ни какой точки, мы не видим ни гамза талката, мы видим просто алиф и с фатхой сверху, да, или, например, если мы посмотрим в третьей строчке, да, в середине, у нас что идёт? И-я-ке, то же самое, у нас только идёт ка-сра уже снизу, да, то есть, мы наблюдаем, что в разных мусахах происходит вот такая ситуация, что же и почему, почему же так, да, здесь вот я подобрала вам разные варианты, какие бывают, да, то есть, вот с точкой, бывает точка сверху, точка снизу, бывает, вот алиф просто с фатхой приходит, или там с точками какими-то дополнительными, да, или вообще просто без точек, как видите, вот такие разные варианты приходят, и может возникнуть вопрос, а почему же так, да, то есть, как, непонятно, нам говорили, что не бывает так, и действительно, в мусахе, который мы привыкли использовать, да, в мединском мусахе, в нём вы, возможно, не увидите вот эти знаки, которые вы здесь видите, да, то есть вот алиф с этими точками такими, или фатхами сверху, да, вместе, или просто алиф с фатхой, да, действительно, вы такого не увидите. Но если мы понимаем, если, как бы вы изучали хорошо, раз мы мусах и историю письменной регистрации мусаха, да, то есть науку написания мусаха, то вы знаете, что первоначальный мусах, он в своей форме, или в себе не имел точек, то, что мы видим сейчас, не имел огласовок, и уже впоследствии эти точки для того, чтобы отличить, они были добавлены, да, то есть у нас там от дуалии сначала, как бы, так скажем, считается, что добавил в конце огласовки в виде точек сначала были, да, то есть потом, когда уже были введены точки с буквами и точки, которые в конце, чтобы их не путали, да, видоизменили, так скажем, и стали вот фатхами, так скажем, каср-касрами, даммами, даммами, уже в той форме, которую мы видим, но это уже как бы другая история. Но смысл в том, что у нас, по сути, не было никаких знаков, не было огласовок. И если мы теперь вернемся, что все вот эти написанные буквы, которые мы берем, например, вот в этом примере, Мусафи, то есть те буквы, которые, они написаны, они были вот написаны так же, но если вы заберете все точки и все огласовки, вот это написано, и маленькие буквы, которые там входят, да, то есть это было написание первоначальное. И потом по, так скажем, по методологиям определенным введение вот этих дополнительных знаков, которые соответствуют полному, имеет полное соответствие устному, да, устному произношению, переданному, да, по цепочке того атора, то есть он есть. Но методология, она порой отличается, то есть эта методология может отличаться, и, соответственно, написание, например, Гамзы или там Гамздальосль может отличаться в зависимости от Мусафа, да, то есть какие правила были за основу введены. Да, вот еще один из примеров, например, как выглядели, да, то есть вот вместо там огласовок, например, красненькие точки были, да, потом они уже стали огласовками в нашем понимании. Вот. Также, что здесь важно добавить, да, то есть, соответственно, если у нас разная методология, это не означает, что это неверно, просто исходя из, да, вот, когда переписывали Мусаф уже, например, устанавливают определенные правила, что мы ставим там огласовки, эти огласовки выглядят так и так и так, чтобы они на всем Мусафе было так, да, и, соответственно, сейчас, на данный момент, мы широко используем так называемый Мусаф Медина, да, или Мединский Мусаф, у которого привычный нам шрифт, он чаще всего и в продаже, чаще всего вы его можете увидеть, услышать или, ну, увидеть, да, то есть это вот, вот так выглядит это написание в Мединском шрифте, там действительно не будет алиф с такими огласовками, да, просто алиф имеется в виду согласовками, если это нету Ахамзе Ката или Ахамзе Таль-Уасль сверху над ними или Ката, допустим, снизу, то есть в Мединском мусхафе действительно так есть, но, как вы видите, в других мусхафах, там, где взята за основу другая методология, написание Ахамзе может отличаться, и по факту это написание, если вы видите такое вот написание, алиф, например, сфатхэ, да, как мы видим в примерах, в частности, вот здесь это хорошо видно, да, то есть как минимум в двух примерах, то есть мы понимаем, что на самом деле даже здесь, обратите внимание, вот предпоследняя строчка, последнее слово, у нас даже Ахамзе Талпата здесь так написано, Ахамзе Талпата, видите, Ахамзе Талпата отсутствует, то есть если стоит огласовка, то это априори понимается, что эта буква читается, и неважно, это Ахамзе Талпата или Ахамзе Талпата. И еще очень важный момент, что, несмотря на то, что мы знаем все буквы, они как бы различные, да, то есть мы сейчас это понимаем, но сам знак Ахамзе Талпата, он отсутствовал, да, то есть его, как и огласовки, потом добавили, то есть в произношении она была, но в написании ее, эту букву добавили. Вот, имеется в виду, да, такой значок, про который мы говорили, то есть это все, как и Ахамзе Талпата, да, так и вот Ахамзе Талпата, они добавлены уже были, да, Халиль Ибну Ахмад, да, он, так скажем, придумал такую вариацию, да, написания. И вернемся опять же к теме Арас Мунуса. Получается, что если мы заберем вот этот знак Ахамзе, мы заберем огласовку, заберем все вот эти дополнительные знаки и оставим только каркас букв, то в первоначальном мусхафе, который был написан, в нем, то есть то, что мы берем за основу, всегда, когда говорим, что чтение должно соответствовать Расму Мусхаф, за основу берется то, что Алиф была, в данном, например, примере, символизировала эту Ахамзу. То есть, по сути, Ахамзе была написана в форме Алиф. Будь то с Касрой, с Даммой, с Фатхой, неважно, она была написана в форме Алиф. Она могла быть написана, например, Ахамзе также в форме Вау или форме Я. Вот, например, в слове Уля Ике мы видим после Лям, такая волнистая сверху, то есть это добавочная опять же, и такой зубчик, и Ахамзе под ним. То есть, по сути, это буква Я без точек набера называется. То есть, в данном случае Ахамзе написана в форме Я. Самого знака Ахамзе не было, но она брала за свою форму, как бы одалживала в написании мусхафе форму Алиф, форму Я или форму Вау, или вообще ничего на строчке тоже вы можете увидеть. Таким образом, мы подведем итоги нашего сегодняшнего диалога или монолога, что действительно Алиф Мадди не приходит с огласовками Фатха, Дамма и Кесра, если мы говорим про Алиф Мадди. Второе. Не следует утверждать, что графический вариант Алиф не приходит с огласовками. И мы с вами выяснили, что он приходит с огласовками, и это очевидно по многим примерам. Утверждающие так, возможно, не до конца изучили историю арабского коронического написания Росма, которая подтверждает возможность такого графического варианта. Хотелось бы отметить, что в вопросе было, что сестра как-то так сказала, и очень, видимо, как-то, так скажем, явно, что это вот никак невозможно, то есть не нужно этого говорить. Да, то есть возможно, просто мы берем за основу тот мусор, который мы пользуемся чаще. И, скорее всего, вероятнее всего, да, проследив, что таких вариантов там нету, по аналогии решили, что такого вообще не бывает. Но здесь немножко просто нужно углубиться в эту тему Росма, и все будет понятно, да. Иншалла, как бы, в этом нету никакой проблемы, да. Если что-то мы не знаем, то мы просто учимся и узнаем. И какие-то моменты, например, да, порой я сама, например, узнаю и думаю, ой, я вот так учила, да, раньше, и так и передавала. Потом узнаю какое-то новое знание, да, и передаю его скорректированно правильно, да. И следующий пункт. Следует отметить, что сейчас широко используется вариант коранической печати, который называется мединский мусор, то, что я вам сказала. И этот мусор, да, он идет у нас по риуэту хафса на асим, то есть хафс от асима. И в этих мусорах алиф с согласовками отсутствует, да. То есть если мы увидим алиф с согласовкой, то там еще какая-то, например, хамзат-аль-ката стоит. Таким образом, мы разъяснили эту тему. Я надеюсь, вам понятно. Хотела, чтобы это было на 5-10 минут, но не получилось. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракеату.